Всем здорова, гайз! Давненько не было видосов по Crossout. Решил, короче, записать видос в честь того, что недавно добавили обновление, и в этом обновлении добавили такой режим, как Королевская битва. Я думаю, многие знают этот режим. Возвысился этот режим относительно недавно, после того, как выстрелила такая игра, как PUBG, Fortnite и так далее. Режим прикольный, адреналиновый, достаточно интересный. В общем-то, все разработчики добавляют в свои игры этот режим, да, все, кому не лень. И Crossout тоже решил не обходить стороной этот режим и попробовать, что же будет это из себя представлять. В итоге давайте посмотрим. Ну, начнем, пожалуй, с того, что сама карта в этом режиме, она очень большая, так как, собственно, на эту карту рассчитано 32 игрока. То есть, что получается, вы заходите в бой, и еще 31, так сказать, игрок заходит вместе с вами, вас раскидывает по всей этой громадной карте, в самые разные места по всей карте валяется лут, и вам как можно быстрее нужно найти всякие ремкомплекты, более лучшее оружие, да, и, соответственно, ну, грубо говоря, выживать. В принципе, все то же самое, что и в PUBG. Какие, собственно, виды лута есть вообще на этой карте? Начнем, пожалуй, с обычного и самого очевидного, это, собственно, оружие. Оружие здесь самое разнообразное. Пулеметы по типу Vector, там и так далее, Кавказ, всякие гранатометы, ОС и так далее, и так далее, и так далее. Также можно найти ремкомплекты. Ремкомплекты это такая вещь, которая позволяет восстановить, так сказать, целостность вашей машины. Ну, проще говоря, это аптечка. Потом можно найти вот такие вот фиолетовые части машины. Это, считай, как броня для вашей машины. Можно найти как наперед, так и назад. Как-то, в общем, все просто. В общем, это, считай, броня для вашей машины, что спереди, что сзади, такая вот небольшая броня. Потом можно еще найти всякие двигатели, как синие, так и фиолетовые. И также еще попадаются такие вещи, как ящики. Можно сказать, аирдропы. На карте появляется ящик, и проходит 60 секунд. За эти 60 секунд, если вы хотите взять лут из этого ящика, вы должны подойти к этому ящику. И в течение 60 секунд он будет просто стоять, вы ничего не сможете делать. И как эти 60 секунд истекут, он взорвется, и из него вывалится так называемый лут. В общем-то, в этих ящиках как раз-таки и добывается самый такой лучший лут. Так что как-то так вот, чуваки. В принципе, что еще можно сказать, еще забыл добавить о том, что вы все начинаете на одинаковых машинах. То есть, такая вот простенькая машина, и по ходу боя, собственно, как-то ее модернизируете и так далее. По поводу награды, я, честно говоря, так и не понял, что там дают в награду. Единственное, это то, что я понял, что нужно завершить три боя, победить в трех боях, вернее, да, для того, чтобы эту награду получить. Что здесь означает победа? Победа здесь означает то, что из 32 человек должны остаться только вы один, да. То есть, можете убивать остальных, можете просто прятаться. Самое главное, остаться вам одному из этих 32 человек. Это считается победой. Три победы. Получаете награду неизвестную вот эту. Может, там какой-то рисунок дают, потому что там изображен крысиный король. Я, честно, не знаю, не понял, что они там дают. Но, в принципе, ладно, не важно. Также стоит отметить по поводу зоны. Проходит какое-то определенное время, и зона начинает сужаться. Ваша задача также для того, чтобы выжить, забраться, собственно, в центр этой зоны и там выживать как можно дольше. Зона будет все сужаться и сужаться. И дойдет вплоть до того, что она будет очень маленькой. И, в общем-то, как-то так. Ну, в принципе, все, что можно, я вам рассказал. Надеюсь, вам понравился видос. Оценивайте видео, там жмите что-нибудь. Комментируйте. Пишите в комментарии, как вам показался этот режим. Успели вы попробовать или не успели. Понравилось вам или не понравилось. Как вам вообще задумка. Ну, собственно, всем пока, ребята. Надеюсь, вам понравился видос. Пока-пока. Ждите новых видосов. Субтитры сделал DimaTorzok